У вас есть мечта? Возьмите билет Гослато и угадайте верные числа. Покупайте билеты в Евросети. Гослато. Сбываем мечты. Покупайте билеты. Гослато. Сбываем мечты. Гослато. Ну чё? Как расплачиваться будешь, а? А! Наличными. Лото это очень много денег. Лото, лото, лото. Лото. Кому? Спутники это летающие в космосе лаборатории разведчики науки во вселенной. Полученные данные говорят о том, что животное хорошо перенесло воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительное состояние невесомости. Эти исследования послужат основой для разработки средств безопасности для полетных... У вас есть мечта? Зайдите на сайт Гослато и угадайте верные числа. Гослато. Сбываем мечты. Я вас категорически приветствую. С вами снова Радим Жасубеков. И в этом видео хочу с вами прогуляться по стадиону. Прекрасный вечер. Человинск это самый экологически чистый город в мире. Мы видим какой у нас смог. И сейчас я запишу это видео. Сделаю небольшую пробежку для поддержания тонуса. Но хотел с вами сегодня поговорить немножко о другом. Хотелось бы вам заработать 120 тысяч рублей, скажем, за месяц. Ну, либо там максимум полтора месяца. Интересно было бы вам выйти на такой доход. Хочу вам предложить некую сделку. Я сейчас развиваю интернет-проект. Этот проект прекрасно себя зарекомендовал за прошлые 4 месяца. Зарегистрировано уже более 200 тысяч человек в этом проекте. И динамика вообще впечатляет. И с каждым месяцем людей и партнеров в проекте становится все больше и больше. И лично я сам занимаюсь продвижением бизнеса через интернет. То есть я настроил некоторые инструменты, которые мне позволяют выстраивать этот бизнес абсолютно на автомате, никого не приглашая. И выстраивать это легко, азартно, креативно, с интересом. В общем-то, это не скучно. И я хотел бы предложить вам занять место в моей команде и дойти до этого результата. 120 тысяч рублей в месяц. Сейчас у меня высвободилось немножко времени. У меня есть мои партнеры, с которыми я постоянно работаю. Но я чувствую, что у меня есть еще свободное время. И я могу взять буквально 3 человека себе в команду на личный коучинг. Суть будет заключаться в следующем. То есть мы с вами все свободное время прорабатываем те инструменты, которые я применяю. Я вам показываю, как они работают, что нужно делать, чтобы выйти на этот доход. И спустя какое-то время мы с вами получаем этот результат. Я вам со всей серьезностью гарантирую получение этого результата при соблюдении тех рекомендаций, которые я буду давать. Пчел. Вот у нас есть спортивный комплекс. Если вам интересно включиться ко мне в команду и позволить себе заработать свои первые 100 тысяч рублей, то у вас есть еще пока что шанс. Свяжитесь со мной в личку. То есть если это увидели видео вконтакте, напишите в личку. Если на ютубе, то под этим видео в описании будут контакты, как со мной связаться. И мы с вами плотно посотрудничаем. Я вам покажу, что нужно делать и как можно заработать эти деньги уже в первые месяцы. На этом я хочу с вами попрощаться. С вами был Радим Жасубеков. И до скорых встреч. Всем пока. Поднимаем деньги и карточки. Казахстанцы в скором времени смогут переводить деньги и получать данные, минуя банки и государственные организации. То есть без посредников. Это позволит технология блокчейн, возможности внедрения которой рассматривает Казахтелеком. В рамках Астанинского экономического форума международные эксперты обсудили опыт и перспективы применения ноу-хау в различных областях экономики. О цифровом будущем. Материал наших корреспондентов. Серия экономического форума о перспективах применения блокчейн собрала полный зал и целую группу интернет-пользователей. Среди них и представители компаний, непосредственно занятых внедрением этой технологии. В последнее время она завоевывает все новые сферы жизни. По значимости блокчейн противопоставляют созданию интернета. Он также когда-то изменил жизнь людей, сделав ее проще. Таким же революционным становится и блокчейн, говорят эксперты. Он избавит пользователей от лишних расходов и значительно сэкономит время. Блокчейн – это технология распределенного хранения данных, причем хранятся не в чистом виде данных, а только транзакции. То есть те операции, которые пользователь осуществляет в текущий момент. Для выполнения общей транзакции собирается так называемая цепочка транзакций. Цепочка транзакций, например, одно из применений цепочек транзакций, она нашла в технологии биткоин. Это криптовалюта, которая сейчас популярна в мире. Фактически во всех сферах жизни, где будет внедрен блокчейн, исчезнут посредники. Например, осуществлять финансовую деятельность можно будет минуя банки. Достаточно иметь доступ в интернет. Роль Казахтелекома как раз таки в этом, чтобы обеспечить хорошей сетью даже самый отдаленный уголок страны. Те отрасли, которые будут использовать эту технологию, они должны быть уверены, что пользователи этой системы имеют доступ к сети. Нет сети – нет блокчейна, к сожалению. Поэтому технология будет возрастать там, где очень большое проникновение. И вот тут роль операторов, она соответствует в том, чтобы обеспечить этот доступ. То есть очень большое проникновение интернета, чтобы он был доступен везде, не только, например, в городе, но и в селе могли подключиться. Сегодня ряд государств успешно занимаются развитием проектов на базе блокчейн. Лидер – Эстония. Хорошие перспективы во внедрении таких технологий есть и у Казахстана, отмечают международные эксперты. И сессия, организованная Казахтелеком, тому прямое подтверждение. Жанна Рахимжанова, Бахатнур Алибаева, Жанна Рымбетов, Информбюро, Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Комплексный ремонт улицы Осипенко на участке от Мичурина до Лесной начался в июне. Уже обновили проезжую часть, в середине сентября здесь закончат укладывать плитку. Новое покрытие очень прочное и может выдержать вес легкового автомобиля. Ремонт идет по современным технологиям, но есть и сложности, связанные с подземными коммуникациями. Сложность данного участка заключается в высоком залегании колодцев, водоканала и предприятий подсеповых сетей. Справляемся, понижая, убирая лишние кольца колодцев и опуская уровень колодцев. Всего на обновление улицы Осипенко выделено 163 миллиона рублей. Здесь приведут в порядок дорогу, обновят бордюрные камни, ограждения, тротуары, нанесут свежую разметку, благоустроят газоны, оборудуют места для прогулок и отдыха. Для слабовидящих жителей положат специальную тактильную плитку. Приведут в порядок и сквер на площади Героев 21-й армии. Гарантия на комплексный ремонт 5 лет. Если в это время здесь обнаружат дефекты, подрядчику придется устранять их за свой счет. За ходом ремонта пристально следят городские службы. Качество работ контролируют на каждом этапе. Осуществляется контроль подготовки основания щебеночного, песчаного основания устройства, плечного покрытия. Производится замеры выполненных работ. По асфальтобетонному покрытию производим проверку фрезерованного основания. Далее после укладки выравнивающего слоя производим кернение. По получению результатов, если все положительное, как у нас это на данном участке, то идет допуск к устройству верхнего слоя. За ремонтом улицы наблюдают и жители. Их замечания и предложения подрядчик учитывает. Люди уже видят изменения. Благоустроился наш скверик. Появились клумбы красивые. Появились зоны отдыха. Появились площадки, где можно погулять с детьми, отдохнуть. Улицу Осипенко приводят в порядок по контракту, рассчитанному на два года. Полностью обновленная. Она встретит жителей в конце августа 2017-го. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов. События. Три клуба Чувашии получат по 5 миллионов рублей на переоборудование кинозалов. Центральные клубы поселка Вурнары, городов Мариинский посад и Цивильск стали участниками федеральной программы поддержки кинозалов, расположенных в населенных пунктах до 100 тысяч человек. Основная задача программы – финансировать создание новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имели возможности смотреть фильмы в кинотеатрах. На один кинозал безвозмездно выделяется до 5 миллионов рублей. На эти средства необходимо приобрести цифровое и звуковое оборудование, киноэкран, система для 3D-показа, кресла. В Федеральный фонд социально-экономической поддержки и отечественной кинематографии поступило более 800 заявок из 76 субъектов Российской Федерации. В этом году средства уже получили дворцы культуры Канаша, Шумерли и кинозал в АллатРе. Почти 158 миллионов рублей потратили на строительство нового детского сада в микрорайоне «Радужный». Калейдоскоп – пятый по счету детский сад, который построили за последние два года в Кирове. Кировский сельский строительный комбинат реализовал проект за короткие сроки. В июле этого года состоялась закладка. Сегодня детский сад сдали в эксплуатацию. Это действительно очень хорошие темпы, это действительно очень хорошее продвижение вперед, особенно для нашего областного центра, где, как ни в одном другом муниципальном образовании, потребность в детских дошкольных учреждениях велика, потому что город растет, город развивается, в город приезжают люди из других муниципальных образований, здесь положительная демографическая ситуация. В этом детском саду есть все условия для воспитания дошколят – просторные группы, музыкальные и физкультурные залы, бассейн. С ребятами будут заниматься психолог и логопед. В медицинском кабинете установили современное оборудование для физиопроцедур. Детский сад – самый лучший в городе, можно сегодня сказать. И действительно, Никита Юрьевич сказал, что самые короткие сроки. Здесь вообще шло проектирование, шло строительство, результат. Ну просто великолепный детский сад, где 300 детей могут вместе с ясельной группой, тоже открывают здесь, могут проводить время, заниматься, учиться, готовиться к школе. Безопасность детей также будет под контролем. Здание детского сада оснащено видеонаблюдением, тревожной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. С начала 2015 года двери в новый детский сад откроются для 260 малышей. Продолжение следует...